Играет ключевую роль в экономике Карачаева-Черкесии. 50 бизнесменов республики получили грамоты за вклад в развитие региона. Развитие лёгкой промышленности, туризма и других отраслей в общественной палате прошло заседание рабочей группы по кадровой подготовке специалистов. Как предупредить аллергию, как выявить аллергические симптомы, как подобрать правильную терапию, смотрите мнение экспертов Школы Здоровья. Победители Всероссийского конкурса рисунков, посвященных Дню Победы, в микрорайоне Московский отпраздновали победу сестёр Лекаревых. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. С вами Мурат Джунгёзов. В День российского предпринимательства бизнесмены республики получили грамоты и благодарности за вклад в развитие экономики региона. Церемония награждения состоялась на площадке Центра молодёжного инновационного творчества. Пригласили на торжество около 50 успешных представителей бизнеса общества нашего региона. А в чём секрет успеха, знает Альбина Ламкова. От души поздравляю всех своих коллег с этим знаменательным днём. Желаю всем процветания, благосостояния в это нелёгкое время, чтобы никто не сдавался и шёл вперёд к своей цели. Очень важно заниматься любимым делом, потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, если это просто способ зарабатывания денег, это не приносит удовольствия. Деньги получаются легко и хорошо, когда ты любишь то, что ты делаешь, когда ты понимаешь, что ты делаешь и когда ты радуешь людей. Бизнес Фатимы Ибзеевой процветает. Она успешно развивает своё дело в сфере лёгкой промышленности. Данный сектор экономики России стал особенно актуальным в прошлом году, после ухода зарубежных брендов с российского рынка. Переду отраслью крайне остро встал вопрос о важности развития собственного производства и преодолении проблем в ближайшей перспективе. Лёгкая промышленность в нашей республике занимает ведущее место. Огромен потенциал региона и в сфере туризма. Ежегодно растёт поток туристов в республику. Наши курорты стабильно входят в топовые направления для путешествий. Республика богата природно-ресурсным потенциалом. Гости, приезжая из далёких стран, отмечают, что для них вообще понятие рая, вот если мы будем брать конкретно Арабские Эмираты, у них представление о рай – это и есть Карачаево-Черкесия. Они очень часто спрашивают, что для нас рай, если мы уже живём в раю. Поэтому нам бы очень правильно, очень вкусно, так бы крамотно преподнести бы все наши прелести. И гости будут возвращаться всегда. Власти региона активно развивают ту сферу сельского хозяйства, поддерживая звание аграрной республики. Но всё же есть над чем работать, говорит руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий. У нас сельхозтоваропроизводители – это в первую очередь диспоритет цен, который очень и очень тормозит нашу работу, скажем так. Приходится, конечно, изощряться, постоянно изыскивать какие-то способы, чтобы справиться со сложившейся ситуацией. Надеемся на лучшее, надеемся, что всё-таки к нам повернутся лицом не только крупным, мега, скажем так, корпорациям, а именно тем, которые функционируют на территории сельских поселений. Мы не такое крупное сельхозпредприятие, поэтому на нас не так особо обращают внимание в этом плане. Отдельное внимание в этот день получили предприятия и предприниматели, которые принимают участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и новых территорий, а также грузов, поддержки для наших земляков, находящихся в зоне проведения спецоперации. Я хотел бы сказать, что та социальная ответственность, которую сегодня несёт наш бизнес, именно бизнес из Карачао-Черпецкой республики, он показывает пример не только здесь, в нашей республике, но и мы в России очень хорошими темпами можем заявить о тех результатах, которые мы сегодня о том вкладываем, о том победу, которую мы все так ждём. Предприниматели любой отрасли играют ключевую роль в развитии республики. Благодаря своим необычным идеям, нестандартному подходу к решениям задачи смелости. Они создают рабочие места и повышают уровень экономики региона. Ключевую роль играет сфера малого и среднего предпринимательства. Центр «Мой бизнес» Карачаева-Черкесия активно поддерживает и помогает бизнесменам во всех начинаниях. Думаем, что совместно с такими инфраструктурами, как Центр «Мой бизнес», а также при поддержке Министерства экономического развития, у наших предпринимателей есть ещё больше возможностей развивать, сохранять и приумножать свой бизнес. Помимо финансовых мер поддержек, с прошлого года для молодых предпринимателей действуют финансовые мер поддержки. Это гранты на развитие бизнеса, которые уже пользуются очень большим спросом. Также мы помогаем социальному предпринимательству, которое тоже очень активно развивается в нашем регионе. Также предприниматели активно посещают выставки и бизнес-миссии от Центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. В результате подписан ряд контрактов как с зарубежными, так и с российскими бизнесменами, отметила Диана Хубиева. От имени депутатского корпуса участников мероприятия поздравила депутат парламента Карачаева-Черкесии Фатима Карданова. Она вручила представителям бизнеса грамоты Президиума Народного Собрания Республики. Ведомственными грамотами и благодарностями наградили предприниматели и представители Министерства экономического развития. В выступлении было отмечено, что предприниматели – это самые энергичные и инициативные люди, умеющие организовывать и успешно развивать свое дело. Друзья, ну, вы для нас очень дороги, и мы очень надеемся, что все ваши идеи будут иметь успех. Спасибо большое. На церемонии заслуженные награды получили 50 представителей делового сообщества. Бизнесменам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от Министерства промышленности, энергетики и транспорта Центра «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палаты. Праздничное настроение участникам торжества создавали артисты Государственной филармонии Республики. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Карчаева, Черкесия. В Общественной палате Республики прошло заседание рабочей группы по кадровой подготовке специалистов. Представители бизнеса, власти и образования Карачаевой Черкесии обсудили проблемы, возникающие в сфере подготовки специалистов, востребованных на рынке труда Республики. Развитие легкой промышленности, туризма и других отраслей в Карачаевой Черкесии предполагают новые рабочие места. Задача рабочей группы Общественной палаты – наладить взаимосвязь между работодателем, образовательным учреждением и органами исполнительной власти, чтобы эффективнее готовить специалистов, необходимых региону. Участники обсуждали проблемы и предлагали пути их решения. У меня с собой есть наша статистика. И здесь в разрезе каждой специальности, какое процент трудоустройство по каждому колледжу у меня есть. И вот технологи, которые нужны легкой промышленности сегодня, у нас они выпускаются в одном из наших колледжей. Уровень трудоустройства конкретно технологов, мы их выпускаем. Каждый год набираем 0%, чтобы вы понимали, они здесь. Просто они идут никуда сегодня. То же самое есть по всем остальным, в том числе по туризму. У нас есть, жалко, что сегодня нет руководителя колледжа, которые работают именно по этим направлениям подготовки. У нас проблемы с трудоустройством. У нас есть исполнительная власть. У нас есть ведомство субъекты. У нас есть бизнес. А нет взаимосвязи. В чем? Поэтому рабочая группа, я считаю, что она должна начать вот по цепочке пройти, педалировать эту ситуацию и посмотреть, где на каком этапе у нас срыв. А он абсолютно одинаковый будет для любого хозяйства субъектуле, мясная промышленность, легкая промышленность. Аллергия стала одним из основных заболеваний, которым страдает человечество. Причин очень много, начиная от экологии, питания и заканчивая различными генетическими предрасположенностями. Начало лета – это период, когда уже отцвели ранее цветущие деревья и уже зацветают основные злаковые травы – ежа, овсяница, тимофеевка, которые и вызывают аллергические симптомы, вплоть до бронхиальной астмы. Можно ли выявить на ранних стадиях возбудителя аллергического заболевания и подобрать правильную терапию? Это можно сделать, посетив школу здоровья. Алла Динаева подробнее. Любое заболевание легче профилактировать, и поэтому основной целью врачи ставят просветительскую работу населения. Мы регулярно проводим различные школы здоровья – аллергошкола, школа астматика, школа атопического дерматита, школа диабета и так далее, где в течение нескольких часов мы с коллегами в формате презентации отвечаем на все вопросы. Вход абсолютно свободный. Они часто приходят уже на последующие школы с друзьями, с коллегами, с членами семей. Они проходят в таком у нас дружественном формате. На этот раз для проведения школы здоровья пригласили доктора Ольгу Жоголеву из Санкт-Петербурга, главного аллерголога СКФО Ольгу Уханову, а также врачей из различных регионов. Об аллергенспецифической иммунотерапии, которая основана на том, что наша иммунная система оказывается способна привыкать к аллергенам и перестает с ними сражаться, подробно рассказала Ольга Александровна. Пока ученые не смогли вычислить, кто эти люди, почему у кого-то проходит, у кого-то нет. Есть разные версии. Генетика, микрофлора, характер питания, изначально какие-то особенности того, как эта аллергия сформировалась. Но тем не менее мы знаем, что иммунная система это умеет. И вот оказалось, что мы можем сымитировать такой контакт с аллергеном, при котором у большинства людей запустятся вот эти процессы прохождения аллергии или развития толерантности, говоря медицинским языком. Увы, это не излечивающая терапия, но способ усыпить аллергию надолго, увести ее в ремиссию или максимально уменьшить симптомы и повысить качество жизни, говорили выступающие. Привлечение людей, которые владеют информацией, несут ее в наш регион, это очень-очень большое дело. Надеемся такие мероприятия проводить хотя бы один раз в полгода и придавать им огласку, чтобы был больше масштаб, чтобы как можно больше людей могли в таких мероприятиях поучаствовать. Абсолютно без оплаты, да, абсолютно из лучших побуждений, скажем так, да, и чтобы у людей была возможность в присутствии аллергологов всего, в принципе, там, северокавказского округа, да, и близлежащих регионов задавать вопросы, их интересующие, и собирать информацию для себя. Алладинаева, Мухаммед Ашебоков, Вести, Крачево, Черкесия. В республиканском детском доме микрорайона Московский отпраздновали победу сестер Лекаревых. Девочки участвовали во всероссийском конкурсе рисунков и стенгазет, посвященных Дню Победы. Как прошло мероприятие и кто приехал поздравить победителей и конкурсантов, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Накануне, в Международный день пропавших детей, добровольцы отделения Национального центра помощи детям по республике посетили детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для всех ребят были проведены развлекательные мероприятия с аниматорами. Воспитники детского дома были рады красочному празднику и танцам. Кроме того, гости приехали с вкусными лакомствами. Кульминацией праздника стала победа во всероссийском конкурсе рисунков сестер Лекаревых. Если вы видите, что совершается какое-то преступление, какое-то правонарушение, если вы видите, что кого-то обижают, обижают слабого, может быть, вы понимаете, да, обижают тех, кто сильнее вас, вы не можете физически им противостоять, сообщите об этом, расскажите, позвоните в полицию, расскажите администрации, расскажите взрослым, потому что взрослые всегда помогут, найдут причину, найдут возможность вам помочь. Никогда не оставайтесь равнодушными, если видите какие-то проблемы. Всех участников конкурса добровольцы центра не оставили без внимания. Победителям и участникам межрегионального конкурса добровольца вручили ценные подарки и призы. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели урок безопасности и рассказали детям, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Также провели занятия по теме безопасный интернет. А вы сегодня ожидали, что вы выиграете? Нет, мы сегодня не ожидали. Ну и какие у вас эмоции, впечатления? Ну, радость. Неожиданность, радость. И приятно, что мы выиграли в таком конкурсе. А дальше будете? Планируете участие? Да. Мы тоже принимаем в некоторых конкурсах участие именно по рисункам. И дальше так будет тоже. Руководители Али Байрамкулов и добровольцы Национального центра помощи детям выразили огромную благодарность уполномоченному по правам ребенка Натальи Бондаренко, сотрудникам МВД по КЧР и Следственному управлению по республике, а также представителям Совета отцов за поддержку в проведении мероприятия. Альбина Курачинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. Далее смотрите экономические вести с Альбиной Ламковой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова